Кыргызстан второй раз председательствует в органах ЕАЭС. Кабинет министров активно готовится к форуму. Планируется проведение заседания очередного высшего экономического совета. Будут рассмотрены доклады по итогам деятельности за 2021 год. Проведены круглые столы, где будут изучены перспективы экономического сотрудничества. По итогам 2021 года, как комиссия и государство члены рассматривали, решали и реализовывали данную стратегию в течение прошлого года. Кроме того, также есть вопрос по рассмотрению доклада реализации вообще в целом международной деятельности союза. Какие соглашения, какие меморандумы, договоренности были достигнуты в прошлом году, также планируется рассмотреть. И множество других вопросов. По основным тематикам хотелось бы отметить, что на сегодняшний день присутствуют тематики по туризму, по беспрепятственному передвижению товаров, по электронной торговле и также по развитию национального валютного рынка. В этом году планируются панельные дискуссии по новым направлениям партнерства. Выбрано несколько актуальных направлений, которые Кыргызстан намерен улучшить. Инвестиции, высокие технологии, кооперативные проекты, логистическая инфраструктура, укрепление национальной валюты. Экономический форум станет площадкой на пути укрепления сотрудничества между странами-членами ЕАЭС, в том числе и товарооборота. Страны-альянсы являются основными торговыми партнерами Кыргызстана. В январе-феврале этого года наш товарооборот со странами ЕАЭС составил почти 563 миллиона долларов. Наша отечественная продукция набирает популярность. Кыргызстан экспортирует свои товары в страны ЕАЭС и в Европу. Одним из них является текстиль. Здесь уносят одежду разного стиля для всех возрастов. Наши отечественные товары известны своим высоким качеством и с каждым годом заказы увеличиваются. Наша гордость – это полный цикл производства. Мы используем только свое сырье. Мы изготавливаем изделия из трикотажных полотен, которые также изготавливаются на нашей фабрике в городе Токмаке. Более того, мы выращиваем хлопок. И наша продукция востребована в ряде стран. В первую очередь мы экспортируем нашу продукцию из страны ЕАЭС. Также ЕАЭС помог Кыргызстану получить поддержку при распределении ввозных таможенных пошлин. Основным достижением является то, что Кыргызстан считается аграрной республикой, подчеркивают эксперты. Наши стратегические страны по членам ЕАЭС – это Российская Федерация и Казахстан. Они на сегодняшний день для Кыргызской республики считаются основными стратегическими партнерами по экспорту и импорту товаров в общем объеме. И очень много других. То есть фитосанитарная услуга, то что мы считаемся аграрной республикой. Все наши субъекты, хозяйствующие относительно малого, среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели, они свои сельхозпродукции, конечно же, в первую очередь экспортируют в Российскую Федерацию, в Республику Казахстан. Оттуда, соответственно, берут импортные товары, которые необходимы для нашего рынка. То есть рынок расширяется. Вот это самое главное. Напомним, 26 мая в Бишкейке состоится первый евразийский экономический форум с участием глав государств и членов ЕАЭС. В рамках форума пройдет два крупных мероприятия. Сейчас ответственные госорганы прорабатывают все организационные моменты запланированных встреч.